Башкирский народ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова Мероприятие, прошедшее весной текущего года в Буздяке, не отнесешь к тем, которые проводятся для галочки, так как состоялось не по указанию властей, а по собственному почину граждан. В Буздяке состоялся первый съезд башкирского рода Канглы, который знаменателен тем, что стал первым в своем роде явлением на северо-западе Башкортостана. Мне кажется, мы с вами сегодня являемся свидетелями очень такого значительного мероприятия, ибо впервые создается, формируется общественная организация, это вот как назвали Канвы или Канглы. Съезд открыл писатель Фаниль Шарипов, инициатор создания организации и движения рода Канглы. Замечания очень верны. У любого народа не один, а, как правило, несколько предков. Русский народ, к примеру, сложился из суммы славянских, скифских, финских и тюркских слагаемых, а самоназвание они получили от скандинавского племени рус. То же самое и с башкирами. Тюркский народ под названием Башкорт объединил под своим названием разнородные этнические компоненты, прошедшие до момента вхождения в состав башкир стадию собственного исторического развития. История рода Канглы уходит своими корнями в глубокую древность, в мир ведических и авестийских ариев. Авеста, священная книга древних иранцев, упоминает страну под названием Кангха высокая и благородная. Она располагалась по течению реки Сырдарья. В своей бессмертной поэме «Шахнаме» персидский поэт Фердауси воспевает царство Канг и его столицу. «Спою о деяниях седой старины, о Канге, прославленном граде, что в старь возвел Сиявуш, многодоблестный царь». Согласно иранской эпической традиции, город Канг возвел Сиявуш, сын легендарного арийского царя Кей-Кавуса. Страна и город Канг по всей вероятности получили свое название от реки Канга или Ганга. Канга или Ганга – древнее название Сырдарьи. По мере движения индоариев на полуостров Индостан данное название было перенесено на одну из тамошних рек, в современную реку Ганг. Иранские племена, жившие вдоль Сырдарьи, древнего Канга, стали именоваться Кангарми. Они-то и были далекими предками племени Канглы. «Первые достоверные сведения о государстве Канг мы находим в китайских источниках. Срединая империя пыталась подчинить своей власти это государство и отправляла на запад несколько военных экспедиций. Однако держава Кангар упорно отстаивала свою независимость». На языке жителей Китая его название звучало как «Кангюй». В первом веке до нашей эры хроника Цянь-Ханьшу сообщает. «Кангюй горд, дерзок и никак не соглашается делать поклонения перед нашими посланниками. Народонаселение состоит из 120 тысяч семейств, 600 тысяч душ, строевого войска – 120 тысяч человек. Это государство охватывало огромную территорию от Сырдарьи до Южного Урала. Ученые считают, что центр древнего Канга находился в Хорезме. Именно там были обнаружены памятники древности, состоявшие, как и аркаим, из концентрических кругов, что является еще одним доводом в пользу генетической связи между кангарами и древними обитателями так называемой страны городов. Страна городов находится на юге современной Челябинской области и включает в себя около 20 городищ, самыми известными из которых являются археологические памятники Аркаим и Синташта. Страна городов датируется вторым тысячелетием до нашей эры. Таким образом, предки рода Канглы с древнейших времен обитали на Южном Урале и современных канглинцев с полным основанием можно назвать аборигенами края. Ахсан Карариддинович Бабичев выходец из аула Кегазы-Тамак Мишкинского района Республики Башкортостан. Он – родственник классико-башкирской поэзии и секретаря башкирского правительства в 1918-19 годах Шейхзады Бабича. В шестом веке на просторах Центральной Азии и Восточной Европы возникает мировая держава Тюркский Каганат. Владение Канг входит в его состав. Древний тюркский памятник в честь принца Кюльтигина рассказывает «Так на восток, уйдя за Кадыркан, в степях мы, тюркский свой народ, старались расселить. А также на закат к Кангу-Тарбану вплоть мы, тюркский свой народ, старались поселить». Упомянутый в источнике Кангу-Тарбан и есть искомый Канг. В сочинении выдающегося арабского географа XII века Али Дреси Кангары именуются уже на тюркский лад – Канга-Киши, то есть человек Канга. Часть кангаров смешивается с алтайскими тюрками, и тогда возникает новый этнос – баджанак, что по-тюркски означает «свояки». В русских летописях они известны как печенеги. Таким образом, род Канглы уже существует по крайней мере в течение двух с лишним тысячелетий. Его название претерпевало метаморфозы, но корень Канг всегда сохранялся в качестве основы. Канга, Кангар, Кангарас, Канга-Киши – конечная форма Канглы образовалась уже в кипчакское время. В XI веке огромные пространства Евразии от Иртыша до Дуная становятся достоянием различных копчакских группировок, условно объединяемых под названием Дэшт и Копчак, то есть Копчакская степь. Согласно арабскому энциклопедисту Нувайри, Дэшт и Копчак состоял из следующих племен – Ете, Бурдж-Аглы, Бурлы, Кангар-Аглы, Анш-Аглы, Дурут, Карабуриклы, Катян, Джузан. Название Кангар-Аглы вскоре приобрело стяженную форму Канглы. На реке Эргиз находилась столица государства Канглинского ханства – город Канглы-Кент. Монгольское нашествие прервало самостоятельное развитие народа Канглы, который наряду с кипчаками понес страшные потери от вражеской агрессии и утратил собственную государственность. В результате монгольского разгрома некогда единый народ распадается на части. Одна группа канлинцев уходит на территорию современной Турции, где из их среды выдвигается род османских султанов. Другая группа рода Канглы вошла в состав Золотой Орды и впоследствии разделилась между казахами, крымскими татарами, нагайцами, киргизами и узбеками. Третья группа оседает на территории Башкортостана. Башкиры рода Канглы ныне проживают на территории Буздягского, Туймазинского, Белебеевского, Благоварского, Бирского, Мишкинского и Кушнаренковского районов нашей республики. Большие шады, малые шады, Калмазаново. Калмазаново – маленькая деревня, она отошла от шадов когда-то в 30-е годы, до сих пор дружно живут башкирские эти деревни и образуют центр башкир. Культурный центр и образование, все полностью. Вот сейчас здесь, на съезде Канглы, мы уже встретимся с другими, как говорится, ветвями, да, получается. Канглинцы гордятся своими родовыми князьями. Среди них Идяш-Батыр, инициировавший акт присоединения рода Канглы к русскому государству во второй половине XVI века. Князь Баик, получивший жалованную грамоту на родовые земли от царя Алексея Михайловича в 1672 году. Князь Мираз-Батыр, который в 1688 году закрепил вотчинное право своего рода на земли в бассейне рек Чермосан и Кармосан от вершин до устья с притоками. Канглинцы гордятся своими родами. Зия Нурьевич Нурьев, руководивший нашей республикой на должности первого секретаря башкирского обкома КПСС в 1957-1969 годах, родился в селе Верхнее Лачинтау и, следовательно, происходит из рода Канглы. Башкиры-конлинцы были участниками многих башкирских восстаний. В годы Пугачевщины был известен повстанческий полковник и старшина Канглинской волости Миней Султуков, проживавший в селе Сабаево Буздягского района республики. Совместно с другим пугачевским предводителем Коронаем Муратовым они ведут боевые действия под Сарапулом, Каракулино и Мензелинском. За участие в мятежах башкиры лишались своих земель, а лишившись их, теряли и статус водчинников. Не случайно одним из защитников земельных прав башкирского народа в 1-й, 2-й и 3-й Государственных думах Российской империи был Шах Айдар Сыртланов. Шах Айдар Шагимарданович Сыртланов, правнук башкироводчинника Канглинской волости Сыртлана Айткулова, сын Ясаула Шагимардана Сыртланова, начальника 12-го кантона башкирского войска. Он был уроженцем аула Шлан-Лы-Куль Буздягского района республики. Его земляки сегодня едва ли помнят о нем и вряд ли знают об истории своего рода, о своем происхождении. Поэтому, говорилось в выступлениях делегатов 1-го съезда рода Канлы, необходимо вести разъяснительную работу среди населения, особенно среди молодежи. Ведь только через изучение своей родословной можно понять свое место на этой земле. В Китае, к примеру, до сих пор свято верят, что Поднебесный управляет сон предков, обитающих на небе. На поклонении духам предков зиждется синтаизм – традиционная религия Японии. Именно благодаря своему патриархальному сознанию китайцы и японцы смогли достичь потрясающих успехов в своем развитии. Напротив, на Западе и, к сожалению, в России идет процесс атомизации общества вследствие распада его внутренних связей, каковыми раньше были род и семья. А без объединяющей идеи невозможно совершить ничего значительного. Помню, что мой дед, а он ровесник Сталина, 1879 года рождения, помню, дед мне говорил, мы из рода Канлы. Вот ума не хватило, чтобы записывать, а что он, собственно, знает. Вот все это надо, наверное, нам изучать, знать и гордиться своим родом, что из этого рода действительно вышли выдающиеся люди. И равняться им, стремиться к тому, чтобы действительно и в нравственном плане, и в культурном плане, и в личностном плане развиваться. Вот в этом я вижу по отношению, по крайней мере, к подрастающим поколению нашу задачу. На фасаде одного из красивейших зданий старой части города Стерлитамака, в котором в 1919-20-х годах располагалась резиденция башкирского правительства, валидовского Башревкома, установлена мемориальная доска, посвященная памяти Мулояна Халикова, одного из выдающихся представителей рода Канглы. Халиков был ближайшим сподвижником отца башкирской автономии Ахмедзаки Валиди, председателем Совета народных комиссаров Башкирской республики. Именно благодаря его энергии малая Башкирия времен Валидова стала Большой Башкирией, когда в 1922 году Башкирская республика слилась с упраздненной Уфимской губернией. Будучи уроженцем западного Башкортостана, административно входившего в состав Уфимской губернии, Халиков мечтал о вхождении земель рода Канглы и других западно-башкирских племен в состав башкирской государственности. И добился этого. Башкирская республика Род Канглы делился на несколько аймаков. Согласно топографии Оренбургской, русского историка XVIII века Петра Рычкова, они носили названия Идель Канлы, Кыр Канлы, Юр Актау Канлы и Актау Канлы. Последнее наименование отразилось в топониме Актау, названии родного села Мулаяна Халикова. К сожалению, на первом съезде рода Канглы присутствовали далеко не все представители его ответвлений. Сказались отсутствие информации и пока что слабая разъяснительная работа. Тем не менее, выступающие выразили надежду на то, что примеру канглинцев последуют и другие башкирские роды северо-западного Башкортостана. Современные канглинцы разговаривают на диалекте, отличном от литературного башкирского языка. Но эта коллизия не упраздняет их башкирского происхождения. Тема рода постепенно перетекла в проблему земли. Ведь без земли нет рода, а без рода нет народа. Так что земельный вопрос, как ни крути, опять оказывается краеугольным камнем нашего бытия. От земельного вопроса делегаты съезда перешли к проблеме села. Мне представляется, вот эта вновь созданная организация должна заниматься, может быть, не только изучением истории, но проблемами языка, проблемами культуры, а может быть, даже экономики. К сожалению, сегодня мы находимся на таком этапе, можно сказать, даже разрушения какой-то части, скажем, экономики. Вот насилие. Какого состояния экономики насилие? Почему умирает деревня? На основе изучения исторического наследия, ну, посмотреть на сегодняшний мир, где мы живем, в каких условиях, и наши дети как дальше будут жить. Лексикограф и писатель Владимир Иванович Даль писал. «Народ башкурт разделился с незапамятных времен на племена, или, как их называют у нас, на волости. У каждой волости свой уран, отклик, своя тамга, рукоприкладный знак, свое дерево и своя птица, розданные, как верит народ, самим Чингисханом». Родовое деление, существовавшее у башкир на протяжении многих столетий, можно причислить к категории бессмысленных архаизмов. Однако, если взглянуть на проблему шире, становится ясно, что движение родов – огромный ресурс консолидации. Вот эта связка, где именно башкирское племя выступало одновременно и собственником земли, сохранялась, оно смогло исчезнуть окончательно только с исчезновением самой российской монархии. То есть, понимаете, насколько был устойчивый этот элемент в башкирском обществе и вообще в России. Оно, безусловно, будет прививать определенные отношения к земле, к своей территории. Оно усложнит, то есть, усложнит в хорошем смысле, оно обогатит наше отношение к нашей малой родине, к нашей истории. Оно даст ответственность человеку за то, что он совершает. Коль родовые отношения у башкир уже существовали в веках, то их возобновление в том или ином виде весьма вероятно сегодня. Ведь, как учит восточная мудрость, все новое есть повторение старого. Съезд учредил общественную организацию Канглы. Ее председателем и главой всего рода был избран писатель Фаниль Шарипов. Народ похож на айсберг, верхушка которого возвышается над водой, а остальная, большая часть, скрыта в пучине. Русская религиозная философия утверждала, что реальность невидимой части народа связана с живущей на земле частью соборным сознанием. «Отрицание исторической преемственности, – писал русский философ Николай Бердяев, – есть отрицание преемственности индивидуального «я». Иными словами, отрицать преемственность в цепочке рода – это все равно, что отрицать связь между мной сегодняшним и мной вчерашним, как будто это два разных человека. А это не так. Словом «преемственность», как главный признак рода, есть начало необходимое. Слово «народ» происходит от слова «род». Значит, без рода нет и народа. Редактор субтитров А.Семкин